В сегодняшнем выпуске мы посмотрим на Пятидесятницу в контексте ее еврейских корней, в ее изначальном историческом контексте и применим эти знания на практике. Присоединяйтесь ко мне на этом особом выпуске «Узнавая еврейского Иисуса». Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равин Шнайдер Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Пусть Бог благословит вас и шалом, возлюбленные. Меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловать на передачу «Узнавая еврейского Иисуса». Сегодня хочу поговорить с вами о Пятидесятнице. В иудаизме оно называется Шивуот. Церковь называет это «День Пятидесятницы», а евреи — Шивуот. Мы говорим об одном празднике. Евреи называют Пятидесятницу Шивуотом, потому что в Торе, где впервые упоминается этот праздник, Господь говорит, что он должен отмечаться через семь недель и один день после предыдущего праздника первых плодов. Семь недель и один день — это 50 дней. Вот откуда берется Пятидесятница. Многие из вас это знают. Сегодня мы посмотрим на Шивуот в изначальном историческом контексте, а также в современном актуальном значении. Ветхий и Новый Завет сходятся воедино как две части одной головоломки. Все божьи праздники, которые впервые открываются Ветхим Заветем, Танахи, являются прообразами того, что Иисус сделал для нас с вами. Павел сказал, что Ветхий Завет был написан не только для тех, кто жил в те дни, не только для иудаизма, но также и для нас, верующих в Иисусом, которые ждут конца века. Знали ли вы, что в Евангелии от Матфея 13 главе Иисус сказал «всякий книжник». Это тот, кто переписывал Тору. Они переписывали ее вручную. Они делают это и сегодня. Копии Тор, первых пяти книг Библии, которые сегодня находятся в синагогах, написаны вручную. Книжники — это люди, которые переписывали Тору. А вот что Иисус сказал в Евангелии от Матфея 13 главе 52 стихе. Он сказал «каждый книжник, который станет моим учеником, подобен хозяину обители, который будет выносить из своей обители сокровища новые и старые». Иначе говоря, для нас, верующих, сокровища находятся в Слове Божьем, как в Ветхом Завете, который переписывали книжники, так и в Новом Завете. Брит Хадаша. Сегодня хочу с вами рассмотреть Пятидесятницу. Люди слышали, как ученики говорили на их языках и хотели понять, что же здесь происходит. Ученики, которые были под влиянием Духа Святого в день Шевота, ходили в такой силе и в таком Божьем присутствии, что людям, наблюдавшим за этим со стороны, было непонятно, что же это такое. Казалось, что они напились. Но давайте мы посмотрим с вами вторую главу Деяний. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. Пребывание Духа Святого было настолько сильным, что люди шатались. Их движения оказались странными. Они начали говорить, неужели эти люди напились. А Петр сказал, эти люди не пьяны. Сейчас середина дня. Вы видите то, о чем говорил пророк Иоиль. Возлюбленные, обратите внимание на то, как Петр связывает Пятидесятницу с Ветхим Заветом. Не забывайте, Новый Завет не появился из ниоткуда. Иисус не появился из ниоткуда. Иисус и Новый Завет появились из иудаизма, из Ветхого Завета. Вот почему Иисус сказал в Евангелии от Матфея, пятой главе, семнадцатом и восемнадцатом стихах. Не думайте, что я пришел нарушить закон и пророков. Я пришел не нарушить, а исполнить. А тот, кто учит других о том, как я связан с Ветхим Заветом, будет наречен великим в Царстве Божьем. Мне нравится, что в Евангелии от Иоанна пятой главе Иисус сказал, Моисей писал обо мне. Когда мы изучаем Пятидесятницу, то не должны смотреть на нее, как на праздник Нового Завета, потому что он существовал за полторы тысячи лет до событий второй главы Деяния. Иными словами, когда верующие собрались вместе в Деяниях второй главе, и Дух Божий сошел на них, то Пятидесятницу уже праздновали на протяжении полутора тысяч лет, согласно книге Левит. Если вы откроете книгу Левит, чтобы увидеть контекст, то вы увидите и все поймете. Это праздник первых плодов, о котором у меня нет времени говорить сегодня. Давайте откроем Левит, чтобы увидеть контекст. Я открываю Левит 23 главу. Мы просчитаем 15 стих. Моисей записал «Слава Господа». Он говорит, «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания». У меня есть цикл о всех Божьих праздниках, и этот праздник есть в этом цикле. Я советую вам посмотреть его, чтобы понять связь между праздниками. Я не буду говорить о предыдущем празднике, Пятидесятнице, или Шивот отмечалось через пятьдесят дней после праздника первых плодов. Вот о чем здесь говорится. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель, до первого дня после седьмой недели. Отсчитайте пятьдесят дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. Когда евреи во второй главе Дзианя собрались в горницу, то Пятидесятницу уже праздновали. Шивот праздновали до сошествия Духа. Когда пришел Дух, Бог довел Шивот до исполнения, до полноты значения. Шивот был праздником благодарения за урожай. Это был праздник благодарения Бога Израиля за обильное обеспечение, но когда Дух сошел, Дух избытка, Иисус сказал, «Я есть избыток». Я пришел, чтобы дать жизнь и жизнь в избытке. Тогда праздник Шивот исполнился в полноте. Пятидесятница или Шивот в изначальном контексте был связан с благодарностью за урожай. Мы читаем о нем в книге Левит, 23 главе. По подсчетам, как говорят раввины и, как говорит еврейская Библия, именно в этот день Дух Божий сошел на гору Сына. Как вы помните, в 19 главе Исхода Моисей поднялся на гору. Дух Божий сошел на гору Сына и в огне и дыме. Гора затряслась. Бог говорил с небес. Люди у подножия горы трепетали. Бог говорил в 19 и 20 главе Исхода. По подсчетам и согласно традициям раввины говорят, что именно на Шивот или Пятидесятницу Бог сошел к Израилю на вершине горы Сына. Послушайте внимательно. Когда мы читаем о Пятидесятнице во второй главе Деяния, то до того, как сошел Дух, эти евреи думали о том, как за полторы тысячи лет до этого, до написания Деяний второй главы, Дух Божий сошел на гору Сыны. Слава Божия сошла на гору Сыны. Сошел огонь, и Бог обратился с небес. Когда они думали об этом, то этот же Бог, Бог Израиля и Яхве, сошел на них в горницу. Но вместо того, чтобы обратиться к ним с горы, Он сделал то, что сказал. Он пришел в них. Дух Божий пришел, чтобы быть внутри них. И они начали сверхъестественным образом говорить на языках, которые никогда не изучали. Дух снова сошел в виде ветра и в виде огня. Это знак того, что Бог говорит. Иисус сказал так. Моисей говорит обо мне. Когда мы изучаем Пятидесятницу, то не должны смотреть на нее, как на праздник Нового Завета, потому что он был за полторы тысячи лет до событий второй главы Деяний. Иными словами, когда верующие собрались вместе, и Дух Божий сошел на них в этот день Пятидесятницы, то этот праздник уже праздновали на протяжении полутора тысяч лет. Возлюбленные, я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы включили нашу передачу. Я ценю это. Библия говорит нам в Захарии восьмой главе двадцать третьем стихе, что в последние дни десять человек из всех народов возьмутся за полу иудеи и скажут, «Мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Я верю, что наша передача это часть Божьей стратегии для последнего времени, чтобы принести пробуждение перед возвращением Царя Иисуса. Павел говорит нам в послании к римлянам 11 главе 15 стихе, что если язычники получили благословение от отвержения Евангелия иудеями, то насколько большее благословение они получат, когда примут Евангелие. Павел говорит, что это будет как воскрешение из мертвых. Я верю, что это время наступило. Бог поднимает верующих евреев, вроде меня и других, которые будут готовить путь к возвращению Господа. Я не думаю, что Бог выбрал меня случайно. Я хочу, чтобы вы рассказали о нас своим друзьям. Когда вы поддерживаете это служение, через молитву и финансы, влияете на проповедь Евангелия по всему миру, подготавливая возвращение Царя Иисуса. Спасибо. Я люблю вас. Шалом. А теперь вернемся к сегодняшней программе. Пятидесятница в Деяниях второй главе. Это исполнение того, что евреи праздновали на протяжении полутора тысяч лет. Возлюбленные, вас, язычников, привили к иудео-христианской вере. Опять же, Иисус не появился из ниоткуда. Мы не должны отделять христианство от иудаизма, потому что иудаизм это мать христианства, а Иисус исполнение иудаизма. Иисус не пришел, чтобы создать отдельную религию. Он пришел, чтобы исполнить то, что уже было открыто Богом Израилем. Вот почему Иисус сказал в Евангелии от Матфея пятой главе семнадцатом стихе «Я пришел не нарушить, а исполнить закон пророков и Моисея». Я хочу, чтобы вы поняли свою веру, возлюбленные, на основании ее иудейских корней. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна четвертой главе, что спасение от иудеев. Давайте откроем Иоанна четвертую главу. Я хочу показать вам это, потому что это связано с тем, о чем я говорю. Иоанна четвертая глава. Не забывайте, что было в Деяниях второй главе. Там Дух был дан народу Божьему. До Деяния второй главы было лишь несколько избранных человек, имевших Дух Божий, цари и пророки. Дух Божий не был во всех верующих. Иисус сказал Своим ученикам, что Дух с вами и будет у вас. Дух Божий не пришел жить внутри всех детей Божиих вплоть до Пятидесятницы. Пятидесятница символизирует переход Духа Божьего снаружи вовнутрь. Бог теперь не говорит с горы Синай, а живет в сердце человека. Он не пишет свой закон на каменных скрижалях, обращается к нам изнутри. Он перешел снаружи вовнутрь. Послушайте, что говорится в Евангелии от Иоанна четвертой главе. Это Слово Божие. Иоанна четвертая глава. Иисус говорит с женщиной у колодца. Начиная с 20 стиха. Она была самаринкой и сказала ему, «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Она не поклонялась как иудеи. Она не поклонялась в храме в Иерусалиме. Она говорит Иисусу, «У нас у самарин своя религия, а у вас иудеев ваша религия. Вы говорите, что нужно поклоняться в Иерусалиме». Послушайте, что Иисус ответил ей в 21 стихе. Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы…» Он говорит об иудеях, «Мы знаем, чему кланяемся, потому что спасение от иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Пятидесятница — это день рождения Живой Церкви. Именно на Пятидесятницу народ Божий принял Его Дух вовнутрь. Через Дух мы теперь имеем доступ к Богу. Знаете, в истории Церкви нет более важного дня, чем день смерти Иисуса на кресте и день излияния Духа. Его возвращение станет третьим величайшим днем для Церкви. Празднуя Пятидесятницу или Шивуот излияние Божьего Духа, мы не можем описать ее славами. Иисус, Бог Отец, дали нам с вами дар своего Духа. Какой еще больший дар они могли нам дать? Возлюбленные, когда Он дал нам с вами своего Духа, то дал Себя. Он дал нам самого Себя. В Его Духе любовь, сила, радость, победа. Вся Его сущность заключена в Его Духе. Он дал нам Духа. И благодаря Его Духу вы можете пройти любую скорбь. Сейчас и в будущем. Потому что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. А кто же находится в нас? Иисус, Его Дух, возлюбленные. Я хочу, чтобы вы задумались вот над чем. Сегодня мы с вами говорим о Пятидесятнице. Пятидесятница — это праздник излияния Божьего Духа. Это исполнение Шевоота. Благодарение Бога за его избыток, который мы видим, принимая дар Божьего Духа. Мы с вами не можем иметь этот избыток, если не повинуемся Духу. Если мы не повинуемся Духу, то сила Духа не высвобождается в нашей жизни. Вот почему возлюбленные так важно, чтобы мы повиновались Духу и были Его свидетелями. Иисус сказал ученикам перед тем, как вознесся, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями». Дух дается не только нам в радость, не только для того, чтобы мы переживали Бога, имели Его мир, радость, знали Его и говорили с Ним. Да, это так, но возлюбленные. Дух также дается для того, чтобы мы имели силу повиноваться Ему и были Его свидетелями. Зачем Богу давать нам больше чего-то, если Он знает, что мы не будем использовать то, что Он дает? Бог дает Духа Святого тем, кто повинуется Ему, но мы не будем иметь полноту Духа, если не будем повиноваться Ему в сфере свидетельствования. У нас есть миссия возлюбленной. Наша миссия, как церкви, состоит в том, чтобы быть Его свидетелями. Последние слова Иисуса звучали так, «Идите по всему миру и проповедуются Евангелие всему творению». Евангелие от Матфея говорит «Идите по всему миру и научите все народы». Каждый может поговорить с кем-то. Каждый может поговорить с кем-то. Возможно, сейчас вы не можете выходить из дому и кто-то заботится о вас. Знаете, вы можете поговорить с этим человеком, с доктором, с медсестрой. Вы можете рассказать кому-то об Иисусе. Если доктор спрашивает «Как у вас дела? Вам тяжело?» Вы можете сказать «Я так рад, что у меня есть Иисус». Вы знаете, что Иисус любит вас. Что вы думаете об Иисусе? Я слышал истории о том, как еврейские доктора принимали Иисуса, потому что у них были пациенты-язычники с неизлечимыми болезнями. Но они были наполнены любовью, радостью и надеждой. Они продолжали рассказывать этим докторам об Иисусе. Один доктор не мог понять, как эта женщина, которая умирала от болезни, могла иметь такую любовь к нему, иметь такую радость, мир и победу, несмотря на ситуацию. Это настолько поразило этого еврейского доктора, что он принял Иисуса как Мессию. Бог дал нам своего духа, потому что он любит нас. Но он также дал нам своего духа, чтобы мы были его свидетелями. Я хочу сказать вам, сделайте Иисуса актуальным для окружающих. Сделайте Иисуса актуальным. У вас есть помазание Божие. Иисус самое древнее существо, потому что он ветхий днями. Но он в то же время и самое современное существо на планете. Поэтому я молю Бога Отца, чтобы Он помазал каждую душу, которая смотрит или слушает нас. Отче, я молю, чтобы ты помазал нас быть смелыми, лучшими, эффективными свидетелями, которые несут твоего сына этому поколению. окружающему миру в нашей сфере влияния. Отче, мы любим тебя. Мы благодарим тебя за Иисуса и за твоего Духа. Возлюбленные, я люблю вас. Пусть Бог благословит вас во имя Иешуа. Увидимся через неделю. Шалом! В завершении этого особого выпуска о Шевуоте или Пятидесятнице, я вспоминаю Марию и то, как она поклонялась Иисусу и его ног, помазывая их дорогими духами, а затем вытирая своими слезами и волосами. Окружающие не понимали этого. Это было невероятное проявление любви. Один из учеников сказал, эти деньги стоило отдать бедным. Но Иисус упрекнул его и сказал, бедные будут с вами всегда. Эта женщина проявила невероятную любовь. Ее поступок будет записан и люди будут читать об этом до конца времен. Многие из вас хотят сделать особое пожертвование во время Пятидесятницы. Если вы хотите принести дар царю Иисусу через служение, узнавая еврейского Иисуса, то сделайте это уже сегодня. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и миссианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Дорогой Рави, слава Господу за его чудесные дела во время вашего Крусейда в Малави. 3400 человек обратилось к Иисусу. Пастор Джеймс из Малави, Африка. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. into your life. into your life. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи». Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. У Равина Кёрта Шнайдера есть отличные созидающие веру ресурсы, доступные 24 часа 7 дней в неделю. Заходите на наш сайт, присылайте молитвенные просьбы, смотрите полные выпуски программ, скачивайте заметки по учениям Равина и многое другое. Все это вы найдете на нашем веб-сайте.